когда и как бегать правильно и когда лучше утром днем вечером очень важно знать ведь ваша та основная цель не просто пробежаться по окружающей среде наверное вы хотите получить от этого удовольствие может быть даже удовлетворение от выполненной мышечной нагрузки ну и пользу для здоровья ведь в конце до концов по скорости кровообращения которая обеспечивает том числе и бег зависит скорость обмена веществ и ваш биологический возраст ваше активное долголетие поэтому просмотрев это видео до конца вы узнаете как бегать правильно вы также узнаете когда бегать правильно когда лучше бегать утром днем вечером ночью в течение дня ну и что делать как подготовиться к этой нагрузке очень важный вопрос как если вы хотите и просто побегать но и немножко подкачать мышцы увеличить объем мышечной массы может быть за счет этого уменьшить объем жировой массы то ваш стиль бега на носочках можно бегать не очень быстро важно правильно когда вы переносите вес тела в основном носочек работает практически все мышцы ног как амортизаторы плюс включаются мышцы туловища а при правильной нагрузке еще и мышцы рук только мимические мышцы могут не участвовать в этом процессе но если вам нравится бегать то и они будут активно участвовать или не нравится все равно будут участвовать важно другое приличная мышечная нагрузка это достаточно приличные энерготраты благодаря которым вы активно сжигаете калории и постепенно уменьшаете жировую массу если же вы обеспечили этот процесс еще и правильным питанием у вас в периоде отдыха мышечная масса немножко увеличится в объеме и 24 часа в сутки более активный обмен в мышечной ткани будет сжигать лишние калории уменьшать жировую ткань все было бы прекрасно но один момент очень энергозатратный процесс а раз так то вы должны быть уверены что у вас хорошем состоянии сердечно-сосудистая система которая должна обеспечить это все на метаболическом уровне то есть не должно быть в сд гипертонической болезни атеросклероза миокардии истрофии пороков развития сердца также у вас не должно быть чрезмерного избыточного веса небольшой избыток может быть таким способом устранен вы мне должно быть очень много значит пока вы будете снижать вес просто разобьете суставы поэтому этот способ подходит когда у вас скажем так система жизнеобеспечения основная то есть сердечно-сосудистая приличном состоянии как правило если люди не занимаются регулярно физическими нагрузками эта система не самая лучшая в этом случае тоже вам не нужно лежать на печи подходит другой способ вы вес переносите на пяточки до после этого переносите носочек и делаете толчок мышечная система тоже работает но меньше степени меньше нагрузочных меньше требований и к сердечно-сосудистой системе метаболизма системе обеспечения но здесь вы должны быть уверены в другой системе все-таки ударная нагрузка на суставы как амортизатор работает хрящ вы должны быть уверены что у вас генетически крепкие суставы то есть по жизни у ваших родственников нет явления артроза коленный голеностопный там тазобедренных суставов остеохондроз позвоночника развивается поздно нежели нет грыж поясничном отделе позвоночника уже основной амортизатор данном куче грязь удары по нему есть и чем он хуже тем быстрее вы эту систему выбить и из строя даже несмотря на то что если вы будете включать как я уже сказал и руки в работу то есть локти согнуты и вы активно с максимальной амплитудой делаете движение вы помогаете еще в кровообращении работой мышц рук но суставы все-таки будут напрягаться поэтому есть более легкое сердцу для сердца и суставов нагрузка это шведская ходьба знаете когда я смотрю на людей которые занимаются этой ходьбой я понимаю что они антели поменяли на лыжные палки очень часто палки слишком короткие и они где-то находятся в районе таза вот напоминают найти игру на барабане то что вы видите сейчас но это же не шведская ходьба палки длина палок должна быть до подмышленной впадины то есть вы не внизу должны держать руки а на уровне плеч вот здесь вы переносите вес тела через руки через палки фактически на плечевой сустав уменьшая нагрузку на ноги в этом смысл шведской ходьбы вы ходите на четырех конечностях не сгибаясь максимально разгрузив свой позвоночник и суставы ног в этом смысл если вы этим занимаетесь правильно прекрасно шведская ходьба помогает ну достаточно вести активный образ жизни достаточно приличную нагрузку выполнять с минимальными потерями со стороны суставов и сердечно-сосудистой системы очень важный вопрос когда заниматься ответ очень простой на мой взгляд многие это понимают но по отношению к машинам выполняет по отношению к себе нет заниматься можно после того как вы правильно подготовились когда у вас кровеносном русле достаточно много питательных веществ ну простая аналогия с машиной стоит у вас машина пока не зальете бензин никуда на вас не повезет раньше один раз жизнь если вы спустите машин до вкусными за баком проедет один раз дальше заливая залили поехали с организмом поступают несколько пойму считается что организм должен нагрузку заслужить это все здорово на мой взгляд неправильно поэтому если вы утром хотите заниматься бегом или шведской ходьбой не вопрос за 20-30 минут до этого сок фреш или коктейль молотого такое видео можете найти на моем канале если за 40-60 минут может быть каша с маслом может быть овощной суп постный вы должны обеспечить свой организм на метаболическом уровне потом тратить ведь если вы утром проснулись это прекрасно потому что ваш организм во время ночного сна достаточно активно работает пока вы отдыхали пока вы спали ваш реезь работал чтобы искать по халпу над восстановлением того чтобы сделали за прошлый день если вы утром проснулись прекрасно ваш организм восстановился если вы смотрите зеркала и не видите темные круги под глазами прекрасно ваша Организм просто восстановился, он еще кровом. Восстановил, она достаточно жидкая. Ваш организм готов к физической нагрузке. Если вас утром поднимает не чувство долга, а просто желание побегать, заняться физической нагрузкой, прекрасно. Если же у вас утром утренняя, либо печеночная лень, или синдром хронической усталости не покидает вас на протяжении дня, то это говорит об одном. О том, что ваш организм не выдерживает ту нагрузку, которую вы дали накануне. Какой бег с утра? На чем бегать, если организм не восстановился? Вы поломанную машину на трейдбан отправите? Или все-таки вначале к автомастеру, на СТО? Проверить, что в ней не так, чтобы она все-таки могла ездить и бегать. Поэтому, если вы утром проснулись, а есть темные круги под глазами, есть нежелание заниматься более активным физическим трудом, это индикатор вашего, который показывает, как вчера вы провели день, насколько вы интенсивно использовали свой организм. Важно сделать выводы. Что изменить сегодня, чтобы завтра не повторилось такое же утро? Потому что темные круги под глазами, напомню, это опять-таки густая кровь, высокая вязкость крови, которая для сердца и сосудов дополнительную нагрузку представляет. Зачем вам изнашивать систему, если можно ее не изнашивать, если можно к ней правильно относиться? Если вы хотите позаниматься вечером побегать, ну, не вопрос. Но если вы будете бегать достаточно интенсивно в свое удовольствие, это немножко бодрит. Вы можете получить бессонницу. Если же вы попробуете побегать через силу, я вас уверяю, не стоит. Да, можно после этого упасть, что называется, замертво до утра, но это достаточно серьезное испытание, восстановит ли ваш организм за ночь. Поэтому вечером я бы советовал иное времяпрепровождение, лучше ходьба, после скромного ужина, перед сном. А скромный ужин, это могут быть овощи, может быть овощной суп, может быть винегрет, рагу, могут быть кисломолочные продукты, это лучше. У нас периодически там, вы знаете, праздники, застолья разные, неожиданно появляются. Кисломолочные продукты легко можно заменить на белую рыбу во время застолья и не пострадать, не нарушить систему пищеварения, накормить там паразитов и патогенных бактерий в кишечнике. Но интенсивные физические нагрузки вечером лучше своему организму не предлагать. Потому что вечером, как правило, система уже устала, ей нужно просто помочь плавно адаптироваться к ночному сну, плавно его пройти, после того, как вы правильно это метаболически обеспечили. Если вы хотите побегать днем, без проблем, у вас время таких занятий должно быть плюс-минус 4 часа после сна, либо перед сном. Опять-таки, после сна. Почему? 3-4 часа идет период вырабатывания. То есть у вас организм постепенно активирует обмен веществ. И вот здесь вот вы можете его использовать. К вечеру, когда обмен веществ начинает тормозить, вы тут лучше уже не использовать, потому что организм устал. Он уже поработал сегодня целый день. И дать ему еще одну работу вечером нецелесообразно. Здесь можно систему перегрузить слишком сильно. Опять-таки, если эта нагрузка происходит днем, перед ней примерно за 1 час может быть овощной суп, может быть какая-то жидкая каша, может быть овощной рагу. Они обеспечат вашу нагрузку не только на метаболическом уровне, но и нужным количеством воды. Ведь вы будете бегать, вы будете потеть, вы будете дышать, будет одышка, будут потери воды. И вам важно обеспечить эту нагрузку метаболическим путем вот таким вот образом, чтобы не дотянуть до чувства жажды. Очень классно бегать на чувстве жажды. Сердце изнашивается просто чемпионскими темпами. Не стоит заниматься физической нагрузкой, какая бы ни была у вас там цель, когда появилось чувство жажды. Жажда это всего-навсего 1% обезвоживания вашего организма. Но обезвоживание организма 1%, а обезвоживание крови очень серьезно. Кровь очень густая и чрезмерно густая. И сердце может в любой момент просто остановиться. Поэтому терпеть жажду не нужно. Добились нагрузка чувства жажды, вы должны сделать перерыв, постепенно снизив нагрузку, прийти в состояние покоя. И после того, как восстановился пульс, восстановилось дыхание, вы можете вводить свой организм жидкости. Как и после любой нагрузки. Это может быть просто вода, это могут быть цитрусовые, а после этого еда. Тут возможны варианты в комбинации. Я бы советовал, если нагрузка чрезмерно интенсивная, то вода может быть даже щелочной, типа есинтеки, боржом. Если она не была чрезмерно, просто была привычная нагрузка, тогда какие-то цитрусовые, которые восполнят дефицит воды во время нагрузки, а своими кислотами разразят желудок и подготовят новую приему пищи. Без проблем. Лучший вариант, на мой взгляд, это нагрузка в течение дня. самый простой вариант. И не бег. Бег это экстрим, это все здорово. Просто ходьба. Вы просто должны использовать свой опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудист систему правильно. Когда вы делаете экстремально какую-то точную нагрузку, да, здесь супер активно работает система, а вот здесь перейдет отдыха, она работает вяленько. Обмен веществ идет круглые сутки. Поэтому вам требуется просто повысить уровень двигательной активности без экстрима, который будет чередоваться с приемами пищи, которая лучше переваривается на фоне небольшой физической нагрузки. Помните, нам говорили, очень простое правило, походи после еды, чтобы пища лучше переварилась. Ведь ваша-то цель получить нагрузку, выполнить нагрузку, но это же не медаль нужно получить, я выполнил, я смог пробежать 152 километра и 44 с половиной метра. Вопрос, кому эти медали нужны? Кому вы эту медаль покажете, если вы не добежите? Вам ее никто не даст, вас никто ее не наградит. Поэтому тут для того, чтобы получать плюсы для здоровья и минусы для развития болезней, важно правильно относиться к физической нагрузке, не выполнять ее чрезмерно, если у вас нет для этого сильной мотивации. И в любом случае нагрузку нужно обеспечить на метаболическом уровне до хотя бы со стороны энергии, для того, чтобы можно было на чем-то выполнять эту физическую нагрузку. Ну и не забывать про воду, которая может находиться в продуктах питания, может попадать после нагрузки, допустим, в чистом виде, но в любом случае более интенсивную, более интенсивное движение в окружающей среде уже всегда обеспечено. Тогда ваш уровень здоровья от физических нагрузок правильно применяемых и правильно сопровождаемых будет максимально высокий и активное долголетие в перспективе. И пока вы думаете поставить на это лайк видео или не поставить, отправить его своим друзьям, знакомым, родственникам, поделиться им в соцсетях, я его буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и подумаю, что еще написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok